Я не волшебник, а только учусь. В магазине Хобби ДНЮА всегда огромный выбор сборных масштабных моделей, качественный инструмент, краски и модельная химия от ведущих производителей, разнообразный автомаркет, декали, фототравления и много-много-много других товаров, как для начинающих, так и для опытных моделистов. Новинки рынка, гарантия качества, доставка как по Украине, так и в любую точку земного шара, постоянным покупателям скидки. Хобби ДНЮА – это твои увлечения. Всем друзьям большой привет. Сегодня мы продолжаем делать нашу диораму Чудское озеро 700 лет спустя. Почему такое название, я объяснять не буду. Кто смотрел один из предыдущих роликов, тот знает. Кто не смотрел, ему интересно, милости прошу на канал, посмотрите. Там все объяснено. Итак, что я сегодня хочу сделать, вернее, в этом ролике. Значит, программа минимум – это сделать гусеницы. И все, сделать гусеницы, да, прямо минимум. Ну, а программа максимум, посмотрим, насколько хватит мне терпения, усидчивости и так далее. Значит, смотрите, в принципе, все легко. Нужно будет сразу собрать звездочки, да, и собрать надо будут катки. Вот, 10 штук. Я собрал я все катки, звездочки, все вот этот лобудень. Ну, что собрал, что просто отрезал от литников, вот эти вот штучки. Значит, что хочу вам спросить. Я и отвечу на этот вопрос чуть позже. Итак, что, по вашему мнению, самое сложное при сборке, покраске вот этих всех звездочек, ледницах, катков, как вы думаете? Ну, пока вы думаете, я вам еще расскажу одну такую штучку, которая мне очень понравилась. Это вот касается вот этих вот звездочек. Вот, смотрите, звезда сделала их, ну, рабочими, да, то есть, видите, она крутится. Зачем? А затем, смотрите, вот эта часть, вот эта, будет намертво приклеена к раме, а это будет как бы крутиться. Но мы же понимаем, что здесь гусеница не рабочая, и вот зачем они, да, это сделали. А затем, что мы можем не париться по поводу, как правильно выставить, чтобы потом гусеница легла плотно, красиво обхватила наши зубья. То есть, мы сделали гусеницу, и просто уже на месте под нее подвернули, как нам надо, и вставили гусеницу. Не будет нас ни щелей, ничего, то есть, ну, решение, на самом деле, гениальное. И спасибо, звезде, за вот это. Ну, вот вы помните, да, собирая танки, бывают такие варианты, что надо вот именно звездочку, под звездочку гусеницу сделать. Ну, короче, есть такие моменты. А здесь нам жизнь упростили во много раз. И еще что хотел обратить ваше внимание. Все-таки на качество литья. То есть, вот здесь внутри ни капельки, ни облоя, ничего нет. Все пролито замечательно. Ну, просто спасибо вам, звезда, за это. Вот. Ну, а ответ на вопрос, да, что самое сложное в этом деле. Самое сложное в этом деле до конца, до того момента, пока не приклеить на модель, не потерять здесь ничего. Был у меня когда-то случай с танком. Я, блин, потерял каток. Но, правда, слава богу, я потом его нашел. То есть, домовой поиграл и вернулся. И вернул, ну, просто, блин, ребята, я не знаю. Такая проблема бывает, если что теряется, то уже его не находится. Хотя, казалось бы, куда нам может деться. Поэтому самое сложное, не потерять это ничего. Так, ну что, друзья, начинается работа, которую кто-то ненавидит, кто-то обожает. Кто-то считает, что она нудная, кому-то она интересная. Однажды она захватила нас. И теперь никогда не отпустит. Это сборка гусениц. Да, ну, в данном случае здесь все просто. Они, как бы, псевдо-наборные, да. То есть, у нас много уже собранных элементов. По сути, собрать только надо закругления. Вот эти. И все, и соединить их между собой. Ну, я к чему это вообще все завел, это разговор. Снова хочу выразить благодарность звезде. Так уж получается, что что-то в этой части это не дифирамбы. Ну, из песни слов не выкинешь. Если что, есть хорошего, то я так и говорю. Если это косяки, то тоже говорю. В данном случае, смотрите, что мы имеем. Нам надо 4 части по 9 звеньев траков сложить. Для, соответственно, для 4 закруглений с одной и другой стороны. Еще вот по одному звену у нас соединяется. Итого здесь получается энное количество. Я считал, но уже не помню. Но я к чему веду, что на литниках, на литниках, чуть ли не два десятка запасных вот таких траков присутствуют. То есть, поняли, да, мою мысль, что можно потерять, можно обломить, можно... Ну, все, что угодно можно сделать. Запороть. Но звезда дает нам возможность исправить, поправить и остаться, в конце концов, с готовой моделью, а не с полуразрушенными гусеницами. За что звезде отдельное спасибо. Снова хочу спеть дифирамбы звезде. Может быть, конечно, немножко рано. Может быть, дальше будет хуже. Но пока отделил я 9 звеньев гусеницы. Ни одна из них не треснула, не лопнула. То есть, отделилось все так, как должно быть. Если дальше пойдет так же, это просто замечательно. Так, сейчас я проклею все это дело. Буквально дам минуточку подсохнуть. И потом оберну на ленивец, да, и для придания формы. Что ж, давайте попробуем отодрать аккуратненько. Надеюсь, я им дал достаточно времени. Вот, и сейчас мы обернем и надеюсь, что оно примет нужную нам форму. Сейчас буквально, может, еще секундочку я выжду и сниму, чтобы оно не успело приклеиться к ленивцу. Ну и, по сути, таким же способом я еще сделаю еще три таких же, а уже не на камеру. Смысл вы поняли. Так, ну вот я насадил, как бы, катки-звездочки на свои места. Не приклеил, только так вот. В натяг, кстати, хочу сказать, я не знаю, возможно, это моя ошибка, то, что я покрасил постричные места. Но они очень туго входят. Даже, можно сказать, до конца они доходят. Я немного рассверлил, надо будет еще сделать сильнее перед тем, как уже садить навсегда. То есть, то ли это моя ошибка, то ли действительно они узковаты. То есть, то будет собирать и обратить внимание. То есть, есть небольшое такое неудобство. Так, а зачем же, в принципе, я это все сделал? Это дело сделал. Для того, чтобы формировать гусеницу, да, буду сейчас потихоньку отделять детали и прилаживать, смотреть, как она будет смотреться, соединять друг с другом и так далее. Ну вот я собрал верхнюю часть гусеницы, как бы сказать, одну половину, да. Я так и собираю. Половину верхней, половину нижней. Может быть, как бы и неправильно это, но мне как-то так удобно, и потом удобно их вместе соединять, как-то вот это привык, поэтому и здесь буду делать так по половинкам. Значит, что хочу сказать еще раз, чтобы вы обратили внимание. Обратите внимание, пожалуйста, вот сюда и вот сюда. Звезда уже сама отлила в отливках провисы. Не нужно формировать, за нас уже как бы все подумали. То есть, как бы еще один плюсик в кипилочку звезды. Звезда, ты ли это? Ну вот, друзья, гусляя готова первая. Сейчас вот немножко здесь подпер, чтобы она немножко подсохнет, форму придаст. Затем это все уберу и на эти же катки сделаю вторую. Ну, уже, естественно, показывать не буду, смысл тот же самый. И все, можно будет потом это все грунтовать и дальше заниматься с этим делом. В двух словах, по первой гусенице никаких проблем нет. Ни облоя, ничего не залито, все пролито отлично. Ни одна гусеничка не поломалась. Пластик податливый, хороший, нехрупкий. То есть, одни положительные эмоции. Так, все. Начинаю делать вторую. Сборка гусениц подошла к концу, ровно как и катков со звездочками. И вот они уже готовы для грунтования. Сейчас я это все дело сделаю. А пока хочу вам еще показать. Вот, смотрите. Сейчас, чтобы было удобно. Вот, смотрите, целая связка траков осталась. И вот здесь еще два штучки. То есть, весь запас, который звезда дала, он и остался. Ни один трак не поломался. И это была бы ихняя вина. Не потерялся, это была бы моя вина. То есть, все прошло отлично, так как и должно быть. И вот на память мне от звезды достанется вот такой вот целый арсенал таких вот запасных траков. Так, ну вот, я прогрунтовал все. Здесь такая интересная история получилась. Может быть, вы помните, я когда грунтовал раму и двигатель, грунтовка была серого цвета. Ну и всегда я серой грунтовкой грунтовал. Фирма Боснии. И вот я, значит, вышел грунтовать. Пшикнул раз на катки. И она была получена закончилась. Вот. Пришлось ехать покупать другую. И тут мне пришла в голову такая идея. Дело в том, что я когда красил двигатель, да, было неудобно. Дело в том, что там серая грунтовка и серый цвет двигателя тяжело понять, разобраться, покрасил, не покрасил. А так как моя машина вся будет базовый цвет серый, и потом уже нанесен там зимний камуфляж, да, то это было бы вообще, вообще был бы капец. И поэтому я купил вот такую красную грунтовку, тоже фирма Боснии. Как говорится, нет хода без добра, да. Если бы она не закончилась, я вряд ли бы ее купил бы красную. Так, теперь я сейчас, ну сейчас катки, а дальше уже и корпус буду грунтовать красной грунтовкой, и мне будет все хорошо видно, где прокрашено, где не прокрашено. Вот такая вот история. Да, сейчас начнем потихонечку красить. Так, вот краска от Мига, да, я Рубер Энд Тайрес, то есть резина и шина, наверное, да. Я покрасил бандажи. На всех пускай подсыхают. Теперь хочу покрасить звездочки. А вот смотрите, как я немножко, ну, прогнал, не прогнал. Дело в том, что сама звездочка я хочу сделать серой. А вот эта часть, она крепится к раме, а рама у меня черная, то есть, по идее, вот эта часть тоже должна быть черной. И вот, видите, раньше времени их склеил, надо было, наверное, поспешил, поторопился. Теперь придется, ну, немножко повозиться. Наверное, я покрашу черным, потом как-то, то ли типа масочки, то ли чем-то там, скотчем прикрою, покрашу это серым. Посмотрим, как-то, как-то буду выходить из этого положения. Ну, просто те, кто будет собирать, да, наверное, не спешите, наверное, все-таки надо покрасить, а потом уже собрать. Или же делать по-правильному. Для того, что, я надеюсь, у меня простите, да. Я крашу от себя тина, то есть, я так понял по вашим комментариям, что он был, по сути, одного цвета, так как давалось в инструкции. И вся рама, там, темно-желтого цвета должна быть, по идее, и звездочки, все должно быть темно-желтого. Так, как бы проблем не будет. Ну, вот, я начал немножко своевольничать, да, и теперь у меня такие вот небольшие, ну, якобы проблемки. Не проблемки, а небольшие трудности. Так, друзья, ну, покрасил я катки. Вот так вот оно сейчас выглядит. С ними работаю, чтобы продолжаться, пока они не закончены. Красил я их внутренностью через линеечку. Очень хорошая, удобная. Выкрасил я звездочки. Как я говорил, вот эта часть у меня Nata Black. Это немецкий серый. И выкрасил ленивцы, да, или как они называются, я не знаю правильно. Тоже в серый цвет. Сейчас хочу заняться гусеницами. Значит, заняться гусеницами. Есть у меня набор красок, да. У нас есть ржавые траки, есть темные траки. Но я где-то слышал, что в реальности сильно ржавые траки могут быть только на той технике, которая уже сто лет не использовалась, стоит, там ржавеет, тогда да. А если техника ездит, то ржавчины там практически не должно быть. Должно быть минимум. Что я думаю по этому поводу? Я как бы согласен, но в моем данном случае, то есть у нас получается время действия, конец зимы, начало весны, да. Грузовик наш ездит по снегу, по льду. Там где-то подтаявшее что-то, где-то. То есть контакт с водой практически постоянный, да, у них. То есть где-то, где-то они могут быть, конечно, и заржавленные, скажем так. Поэтому я хочу сразу их скрыть темным траком, да, такой краской, темной тракой. Потом кое-где пройтись ржавчиной. Ну, а дальше уже там пигментами, возможно, где-то металлом подблестить. Ну, то уже будет уже как бы не покраска, а тонирование, да. Так, ну вот, ребята, покрасил я гусеницы темными траками и немножечко, как бы, сверху дал ржавыми траками. Получилось, как бы, ну, что-то типа. Вот такие. Теперь у меня есть два пигмента. Темный металл, светлый металл. И я сейчас еще пройдусь койдиозаметализирую. Есть у меня еще пигмент снег, который тоже обязательно будет, так как ярома зимняя. Но я думаю, что уже ним я буду скрывать полностью, когда будет готова модель, чтобы увидеть все в комплексе, как оно будет. То есть это будет чуть попозже. Вот давайте сравним чисто для... Вот покрыто пигментом металла. Вкусля. А вот я еще не покрыл он. То есть разница видно, да, не вооруженным валом. Итак, друзья, продолжаем работу с катками. А что именно хочу сделать? Ну, вы знаете, что я хочу сделать зимний камуфляж, а его никогда не делал. Руководствуюсь роликами Сергея Саратова. Он там делал... Прагу. Буду делать, пытаться делать как он. Поэтому, если получится, то спасибо Сергею. Если не получится, то... Это все мои кривые руки. Итак, чтобы полностью всю модель не испоганить, начнем с катков. Их тоже нужно будет. Покрашу я... Вернее, сразу вскрою лаком для волос. Моя прелесть! Потом покрашу белой красочкой. А потом с помощью водички и кисточки постараюсь пошкарябывать и посмотреть, как это будет выглядеть. Почему с каткова понятно? Если вдруг что-то запарю, тогда будем что-то переделывать или, может быть, даже менять концепцию. А если все получится, то это мы перенесем потом в дальнейшем на сам грузовик. И, кстати, да, вы, как бы, уже заметили, в этом сериале я, как бы, поломал свои традиции. Я всегда полностью собирал модель, потом уже красил ее. А здесь, как-то, у меня вот... Ну, с первой части, как пошло, что собрал, покрасил. Вот так решил эту традицию, как бы, и продолжать. Так, ну, вот, вроде как бы покрасил, да? Сейчас будем делать эксперименты. Сильно, чтобы не перестараться. Пускай, наверное, там будет. Давайте я сейчас не на камеру все поделаю, а потом покажу, что получилось. Ну, вот, вы видите, что у меня получилось. Ну, можно сказать, что, как бы, нормальный результат. То есть, мы видим, что тут камуфляж, который был нанесен, скажем, поздней осенью, за всю зиму, стерся, вытерся. И кое-что следы еще остались. Но, скажем так, не везде. Поэтому, я, как бы, доволен и буду продолжать весь автомобиль делать в таком стиле. Ну, а сейчас, наверное, я все-таки соберу ходовую до кучи, да? Прицеплю ее на раму и программа минимум будет выполнена. Ну, что ж, товарищи, друзья, на сегодня, наверное, все. Гусеницы готовы. Ходовка полностью готова. Представление о камуфляже мы имеем. Ну, баночка с краской здесь для того, что центр тяжести нарушен. Он сейчас клюет носом вперед, да? Поэтому, чтобы стояло. То есть, вот так вот выглядит. Света добавлю. Вот так вот все сейчас это выглядит. Ну, сами понимаете, что особой пыли больше здесь не будет. Больше зима, что все такое мокрое будет. Пыль здесь, как бы, не нужна. А вот еще там снежком я притрушу. На этом же будет на основании. Так, и да, хотел сказать, что как бы все закончил. На самом деле, нашел еще такую штуку. Ну, гляньте, вот эту вот детальку с одной, с другой стороны забыл поставить. Ну, я думаю, что я поставлю ее уже без вас. Вы увидите уже в следующем ролике ее. И в следующем ролике мы займемся кузовом. Здесь уже пойдет, по идее, фотоодравление. Надо будет глянуть, хорошо посмотреть. Сюда же, я думаю, сразу и тент сделать. Хотя он там далеко, где-то дальше. И, возможно, кабину. Начало кабины. То есть, ну, до такого вот состояния. Ну, кабину пока точно не обещаю. А кузов с тентом, я думаю, мы добьем в следующей серии. Вот. Ну, а там все. Затягивать не будем. Кому понравилась вот эта ходовая часть гусеничная, ставьте лайки. Пигментик остался. Смотрим. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Комментируйте, советуйте. Ну, а пока все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok